Михаил Леонидович, Вы много раз говорили, что экономическая модель нынешняя, которая основана на судном капитале себя и сжила, то есть капитализм заканчивается. Ваше мнение не изменилось? Ну, я же не просто так это говорил. Вообще, есть такая замечательная история в нашей жизни произошла. Где-то месяц-два тому назад статью про меня убрали из такого странного ресурса под названием Википедия. А потом, через месяц, восстановили. Я вообще много лет не читал эту самую Википедию, отношусь к ней крайне фактически, но сам процесс, сначала удаления, а потом возвращения обратно, он вызвал некий интерес, и я решил разобраться. Так вот выяснилось. В Википедию формально там может писать любой желающий, в реальности там есть некоторый костяк редакторов, которые очень жестко следят за тем, чтобы это было обязательно именно либеральное издание, и любая попытка, значит, эту либеральную линию хотя бы минимальным образом поклебать, она намедленно приводит к очень жесткой реакции. Так вот, замечательность вот этой вот дискуссии по поводу моего, значит, убирания и восстановления стояла вот в чем. Вот эти самые либеральные редактора, они все время пытаются объяснить, что я являюсь, ну там, условно говоря, некоторой такой группой, в которую входит, условно говоря, Бабка Ванга, какой-нибудь там, как наши астрологи, главное, Глоба, или еще какой-нибудь этот французский-то, который Катри написал в 16 веке, как его звали, я забыл. Нострадамус какой-нибудь. Да, да. Нострадамус какой-нибудь. Вот. Я никак не мог понять, почему они меня считают в одном ряду там с Нострадамусом, Глобой или Бабкой Вангой. Потом я понял, в чем дело. Я думаю, что они либералы, то есть, они входят в некоторую корпоративную группу. Ну, если угодно, можно назвать ее авторитарный секрет. Соответственно, они обязаны следовать корпоративной этике, о которой утверждают следующее, что поскольку у них единственная правильная экономическая наука, то все открытия, которые могут быть в экономической науке, они должны исходить от них. А дальше ситуация банальная. У них объяснения нынешнего кризиса не существует. Отсюда следует вывод, что ни у кого нет объяснения нынешнего кризиса. Все, кто претендуют на то, что у них есть объяснения, жулики, мошенники, шарлатаны и так далее. А мы же, ну, как бы, мы написали теорию, экономическую теорию капитализма. Соответственно, из нее описали модель современного кризиса. И из этой модели мы и выводим наш вывод. Но поскольку они, в смысле, эти редактора Википедии, отказываются признавать наличие у нас этой теории, то они тем самым говорят, что эти выводы, они на самом деле взяты с неба. То есть они ни на чем не основаны. И тут, значит, уже начинаются, действительно, бабки Ванги, Анострадамус и прочее разное обезобразие. Так вот, вся проблема состоит в том, что поскольку мы теорию капитализм не меняли, то поэтому и выводы наши не меняются. Можно немножко спорить о сроках, можно немножко спорить о масштабах, но суть выводов не меняется. Насколько я понимаю вашу теорию, суть состоит в том, что долги набраны, отдавать нечем, и дальше... Нет, это следствие. Тогда суть теории... Только очень коротко. Очень коротко. Современная экономика, современная модель экономического развития, появившаяся в XVI веке, это модель углубления разделения труда. Позитивным эффектом углубления разделения труда является повышение производительности и, соответственно, рост производства. Негативным фактором является рост рисков производителя. Грубо говоря, производитель должен встраиваться во все более и более длинную, все более и более сложную и непредсказуемую для него технологическую цепочку. Соответственно, и это отметил еще Адам Смит в конце XVIII века, если у вас есть западная система, то рано или поздно в ней углубление разделения труда останавливается, причем чем больше системы, тем глубже она зайдет, но все равно останавливается. И развитие в рамках капиталистической модели заканчивается. То, что мы видим сегодня, это четвертый в истории кризис выпадения эффективности капитала, связанный с тем, что дальнейшее расширение системы невозможно. И риски производителей стали запредельными. Дальше можно спорить, с каких отраслей это замедление началось, как оно продолжается, как долго будут длиться и т.д. и т.п. Дальше можно обсуждать те механизмы, которые использовались для снижения рисков, в том числе механизм стимулирования спроса кредитного, из которого, собственно, и выросли долги и т.д. и т.п. Но суть от этого не меняется. То есть в рамках этой модели развития дальнейшее ускоренное развитие невозможно. Нужно придумывать что-то новое. В истории европейской цивилизации ничего не могу сказать про другие, я не настолько хорошо знаю историю. В истории европейской цивилизации такого рода сломы происходили дважды. Вот у нас написана история, это 4-6 века нашей эры, это смена позднеантичной экономической модели на феодальнюю, и это 16-17 века, это смена феодальней на капиталистическую. Отметим, что Великой Октябрьской социалистической революции была сменой надстройки, но не базиса, экономическая модель. Вот здесь, так сказать, частично базис остался, а именно экономическая модель развития осталась. Именно по этой причине кризис в СССР, который начался в начале 60-х, который, собственно, стал причиной его разрушения, это тот же самый кризис падения эффективности капитала со своей спецификой, связанной с социалистической моделью хозяйства. То есть, если развитие не останавливается, но оно перестает быть быстрым, то на что будет похожий теперешний период? На переход от, грубо говоря, от Римской империи к темным векам, когда забыли, что как делать? Все забыли, да. Или на переход 16 века, когда наоборот? Нет, 16-17, похоже, не будет, потому что в 16 веке начался очень быстрый рост, без спада, то есть был голод, связанный с климатическими изменениями, и чумой, и всем остальным, но это внеэкономические факторы. А что касается 4-6 века, может быть. Дело в том, что если бы мы могли просто остановиться, вот СССР мог остановиться в силу другой социальной модели. Капитализм остановиться не может, даже не потому, что он не может теоретически, хотя он не может, потому что там модель судного процента предполагает финансирование до того, и по этой причине мы не можем себе позволить, чтобы не было возврата. То есть тогда просто все, все остановится. А проблема в другом. Дело в том, что было стимулирование спроса, и его все равно придется остановить. А это означает, что спрос очень существенно упадет. То есть, грубо говоря, капитализм последние 30 лет жил на форсаже, и сейчас мы должны упасть. А если мы упадем, масштаб спада будет сильнее, чем во времена Великой депрессии, в 30-е годы, и не очень понятно, как мировая экономика это переживет, потому что нету технологий тех времен. То есть, грубо говоря, сегодня в Соединенных Штатах Америки средний доход домохозяйства соответствует уровню 62-го и 63-го года. Это до начала спада. Когда спад произойдет, мы можем упасть в конец 30-х. В конце 30-х не было ни массовых авиаперевозок, ни массовых пассажирских перевозок. Значительная часть населения кормилась натуральным хозяйством. Ну и так далее. То есть, жизнь была совершенно другая. Не было такой концентрации населения в городах. И как мы будем возвращаться в ту жизнь, непонятно. К натуральному хозяйству все-таки, наверное, не верно. Нет, ну конечно, и тогда не было натурального хозяйства в том смысле, что оно все равно было товарным. Но очень много людей, оно кормилось с этого сельского хозяйства. Были фермеры, реально миллионы фермеров. А сегодня их практически не осталось. В Европе, может быть, и остались, но там они все тоже убыточные. Они держатся только на госдотации. В общем, нужно будет полностью менять всю экономическую модель. И уж точно невозможно будет содержать колоссальное количество междивенцев, которые сегодня живут на госдотации. Куда их девать, непонятно. Выход есть? Есть какие-то уже мысли о том, какая это будет модель? Ну, есть таких, грубо говоря, три основных направления. Направление первое – это социалистическое. То есть это восстановление той модели, которая была в СССР в том или ином варианте, при котором государство отбирает сверхприбыль у тех, у кого она образуется, и, значит, перераспределяет для выравниваемой жизнью уровня селения. Это в некотором смысле такое доведенное до логической идеи кенсианства, которое на Западе до такого уровня никогда не находило. Вариант два – это примерно то же самое, но только не в рамках общественного интереса, а в рамках интереса государственного, я бы сказал, национального – это фашизм. Отличие стоит в том, что при социализме нет участия, собственно, на средства производства, и в этом смысле этот процесс сильно более легкий, а при фашизме есть, и по этой причине тут нужно такое уже насилие откровенное. То есть, если кто-то не хочет делиться, то его убивают. Вот, то есть это, значит, не менее гуманный государство, чем СССР. Третий вариант, он еще хуже, это насилие не на национальной почве и не на почве общественной, а это насилие на почве религиозной. Ну, это, соответственно, образуется, как бы, это религиозная диктатура в стиле, там, в Саудовской Аравии, вот, где, соответственно, перераспределение имущества и доходов осуществляется через такие вот воинственно-религиозные механизмы. А вот тут недавно вы говорили о такой вещи, которая называется, насколько я понимаю, солидарная акционерка. Нет, сейчас я не скажу, значит, это то, что это будет попытка сохранения старой модели. Для того, чтобы сохранить старую модель, ну, грубо говоря, остановить ее, чтобы она развивалась, обоскомедлила, но все-таки старая. А вот теперь, соответственно, можно ли, а можно ли сделать так, чтобы было что-то новое? И вот здесь мы видим, да, что механизм ускорения развития концентрации усилий в капиталистической модели работает через инструмент судного процента. То есть, с ними словами, мы берем будущий спрос и через кредит концентрируем его в тех точках, которые нам кажутся более важными. Критерии важности, они разные. Например, в государстве это может быть военная целесообразность или географическая целесообразность, у бизнеса это всегда как бы максимизация прибыли и т.д. и т.п. Но, тем не менее, мы залезаем в будущее. И в некотором смысле то, что сегодня произошло, это означает, что мы залезли уже в будущее настолько далеко, что мы уже не можем концентрировать дальше, потому что то, что там уже существует, мы уже не можем расширять механизм концентрации, потому что расстояние слишком большое уже не чувствуется. То есть, грубо говоря, мы уже не можем продать людям наш спрос через 50 лет. То есть, вот вы приходите в банк и дайте мне кредит под мою зарплату будущего года. Он говорит, отлично, вот вам кредит. Вы приходите в другой банк, а дайте мне кредит под мою зарплату через год. Вот вам. А в третий банк, а мне зарплату через 2 года. А вот вам. А дальше вы приходите еще один банк и говорит, а дайте, пожалуйста, кредит под мою зарплату через 127 лет. Вам банк говорит, а вы уверены, что вы жить будете? Все. И система больше не работает. А вы ничего не можете сделать, потому что вы хотите очень кушать, а зарплату вы уже заложили за этот год, за следующий, еще на 50 лет вперед. И кушать нечего. Вот это та ситуация, в которой все это находится мировая коленка. А вариант другой состоит в следующем. Да, существует механизм, а давайте мы как бы обменим судный процент. И простим всем все долги, начнем с начала. Невозможно, потому что если вы начинаете прощать все долги, то богатенькие лишаются своих активов. А именно поэтому главную логику, которую они проводят, это священное право частного собственности. То есть то, что вы нам должны, это святое. Обращаю, кстати, внимание, то, что мы вам должны, это как раз не святое. Это очень хорошо видно по знаменитой истории на Ближнем Востоке, когда вся история, кто хотел войну? Войну хотели банки. Почему? Потому что под это дело, под форс-мажор, можно списать свои долги. Ну, кому они должны. А, разумеется, война в Сирии, это недостаточно, чтобы списать все долги. Объект не тот. Но вот война между Израилем и Саудовской Аравией с одной стороны и Ираном с другой, это уже так нечего круто. А есть еще один вариант. Можно пытаться концентрировать ресурсы для развития. В чем проблема-то, да? Вот эта модель концентрации ресурсов из будущего, она больше не обеспечивает развитие, потому что никто не дает денег. Грубо говоря, для того, чтобы здесь построить мост, для того, чтобы сделать изобретение, для того, чтобы построить новый самолет, нужно предъявить, кто купит этот вот объект. А для того, чтобы... А банк, вот вы приходите в банк и говорите ему, дайте мне, пожалуйста, денег, я собираюсь строить новый мост. Говорит, а кто по нему будет ходить? Вася, Петя, Коля, они тут живут недалеко. Нет, Вася, Петя и Коля никуда ходить не будут. Они будут работать, потому что они уже нам продали свою зарплату на 120 лет вперед. Ну и чего, и все. Вот. Так вот, механизм состоит в следующем, что можно концентрировать ресурсы, если так можно выразиться, не вертикально, то есть не в будущее, а горизонтально. То есть с миру по нитке и ищем рубашку. Это механизм, который, ну очень условно это можно назвать, так сказать. Они существуют, типа там, кредитные кооперативы. Или, как это в СССР называлось, кассы взаимопомощи. Когда люди собирали по 20 копеек, в результате какому-нибудь там молодожену выдавали денег на то, чтобы он мог себе купить в квартиру шкаф. А он потом из своей зарплаты эти деньги возвращал. Без процентов. Вот. А в результате всем жилось лучше. Ну на самом деле картина была такая. Там все выдавали по 20 копеек, и еще при этом институт из профсоюзной кассы клал какое-то количество денег. То есть все было немножко более сложно, но тем не менее это работало реально. Так вот, это механизм не консолидации ресурсов не по времени, а это механизм, значит, такой вот солидарной концентрации. При этом здесь никакой процентной ставки нету в принципе. Потому что когда вы залезаете в будущее, вы можете вытащить оттуда проценты. А здесь вы, условно говоря, можете всегда сказать, что процента нет, сколько мы взяли, столько и отдадим. Этот механизм работал во многих местах, особенно таких вот связанных со старыми христианскими схемами, и не только христианскими, но и второобрядцы так работают. Все купцы-второобрядцы на самом деле были не владельцами бизнеса, они были управляющими. То есть община скидывалась, давала ему деньги в управление, а он этими деньгами управлял. Оформлено это было как владение, но все они отлично знали, да, в чьи это деньги и т.д. и т.п. А делилась потом прибыль? Это вопрос сложный, как они разделились. Этого я не знаю, но это можно разобраться и спросить. Можно делить прибыль, можно делить акциями, если это нужно. Ну, просто зачем нормальному старообрядцу из деревни акции, что он с ним делать будет? А прибыль так более-менее понятна. Ну, например, да, на прибыль для этой самой общины купить там трактор. Ну, это очень условно, они тогда еще не покупали трактор, но что-нибудь вполне можно в веялку, лошадок новых, коровок, по-хорошему, по-хорошему. То есть это все на самом деле теоретически существует, а практически это нужно отрабатывать, потому что речь же идет вот о чем, что нужно на этот раз обеспечивать экономическое развитие. То есть нужно понимать, как таким вот солидарным способом финансировать инновации, как финансировать машиностроение, ну и так далее. Или инфраструктурные какие-то вещи. Или инфраструктурные. А кому вообще принадлежит это все вот при такой экономике? Ну, а как это было в СССР? Обращаю ваше внимание, и дороги были, и инфраструктура были, и ЖКХ стоило в 10 раз дешевле, чем сейчас. Можно было много ругаться на эту ЖКХ, но оно же реально не работает. А сейчас оно где-то работает, а где-то вообще не работает. А если ты бедный, у тебя точно не работает? Ну вот как? А почему? Надо менять модель. Но это работа, да? То есть нужно, чтобы люди сидели, придумывали, описывали, как это может функционировать и так далее. Вы еще детально в этом не разбирались, потому что у меня есть как раз вопросы уже такие более конкретные по этому поводу. Нет, я могу только высказывать свое личное мнение, но я думаю, что этим нужно заниматься. А как вам кажется, какова роль государства может быть при такой модели экономики? Вообще нужно ли там участие государства? Или наоборот все будет частное? Или как? Второбрядцы это все делали без государства. Но у них была вера, которая ограничивала их разные нехорошие оползновения. Сегодня, как мы знаем, вера целенаправленно уничтожается. Во Франции вообще собираются какие-то отдельные деятели запретить христианскую церковь, поскольку она осуждает гомосексуалистов, а тем самым, вне всякого сомнения, является преступной организацией. Католическую церковь во Франции. Мало им было гражданских войн 16 века, они решили еще одну организовать гражданскую войну. Католикам во Франции много. Если их попытаться запретить, они поднимутся. А этих самых защитников-пидорасов, их не так много, как некоторые думают. И когда, соответственно, их пойдут бить уже так, по-настоящему, то их никто не будет защищать. Вот. Это как история с киевским Майданом. Количество людей, которые искренне готовы защищать свободу, непонятно для чего, их много меньше, чем некоторые думают. Собственно говоря, пик вот этого противостояния, он был связан с тем, что была существовала вполне конкретная провокация. То есть протестовали не совсем не против того, что приписывали протестующим. Количество людей, которые поддерживают вот прям вот такой безоговорочный отказ от того, что украинец может продать сало на базаре. То есть людей, которые поддерживают запрет продавать любому украинцу сало, которое он сам вырастил на базаре, это, их таких мало. То есть там есть маньяки, есть обманутые, которые просто не понимают, что им предлагают. Ну и есть проплаченные люди, которым просто Евросоюз, США просто тупо платят, прийти туда, кричать, тупо. Они даже не знают, зачем они, заплатили деньги, они пришли. Вот. Вернемся к старообряде. Да, так и тут. Значит, а в наше тяжелое время, когда людей денег мало, а все как раз вот хотят получить денег за то, чтобы прокричать, чтобы им сказали, куда прийти, что прокричать, взять свой конвертик и уйти, то в этой ситуации, конечно, государство нужно, оно должно будет бдить за тем, чтобы эти деньги, которые солидарная концентрация, чтобы они шли именно на то, что нужно. То есть, фактически, да, как это делается, да, вот вот вы хотите заниматься бизнесом, приходите вы в солидарный банк. Отличие от обычного банка состоит в том, что в солидарном банке нету процента. Там просто люди принесли свои деньги. Вот мы хотим их пустить на развитие, вот мы их принесли. Это вот община, да, вот как вот устарабляться, община. Там есть староста, у которого в банке, значит, в буфете вот лежат эти деньги, свернутые в кулички. И вот приходит человек и говорит, я тут хочу открыть дело, производить, условно говоря, ткань. Вот тут вот у меня есть художник, еще чего-то, еще мне нужно делать, да, две тысячи рублей. Что делает старост? Он собирает общину и говорит, вот тут вот Петр Тимофеевич, уважаемый человек, мы все знаем, что он много чего умеет, мы готовы ему дать две тысячи рублей на развитие вот такого вот дела. Понимая, что этот самый Петр Тимофеевич, скорее всего, эти деньги реально впустит на дело, хотя существует риск, что они пропадут. И община решает, да, Петр Тимофеевич годится. Потом приходит другой человек, профсилыч, и говорит, а я вот тоже хочу. Он говорит, профсилыч. А вот три месяца тому назад, не тебя ли в пьяном виде в таком-то кабаке, значит, видели? Он говорит, ну, что подумаешь, бывает, а что? А есть у нас вообще вера в то, что если мы тебе дадим эти две тысячи, что ты не пойдешь в кабак их пропивать? Ну, или хотя бы часть этих людей. Он говорит, да я, да мы, мы решили, что тебе эти две тысячи давать не нужно. Вот такой вот механизм контроля, он должен быть. И если речь идет о государстве в целом, об экономике в целом, то без государства здесь не обойтись. Опять же, нужна некоторая экспертиза, потому что по одни вопросам, ну, грубо говоря, по инновациям, тут нужна вера. То есть прибегает молодой человек, говорит, ребята, я такое придумал, такое придумал, разрешите мне сделать, дайте мне денежек, я сделаю, и будет бизнес. Что понимает, условно говоря, фейсбук. Вот, а ему дадут, да, а тут приходит, говорит, я хочу сделать сахарную фабрику, или так, не важно, мануфактуру. А ему говорят, знаете, мы, конечно, вам готовы, потому что все понятно, вот бизнес-план туда-сюда, но вот мы тут позвонили, значит, в министерство соответствующее, а оно нам говорит, что у нас, у существующих фабрик, они закрывают потребность страны в целом на 102%. То есть бизнес-план правильный, но его реализация придет к тому, что уже у действующих структур упадет прибыль. Ну, и как бы начнутся у них проблемы. Но зачем нам сверх конкуренция? Они и так между собой конкурируют. То есть усиливать конкурентную среду нам не нужно. Или наоборот, нужно, но тогда ты будешь строить этот завод вот именно вот там вот, потому что там она недостаточно. Ну, и так далее. Или строить не сахарный завод, а какой-нибудь там резиновый, потому что не хватает. Да, ну и так далее. То есть это такой госплан с антименопольной службой? Ну, конечно, да. Да, 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 да. Да. Ну, причем это может быть частично общественной структуры. Например, там могут быть ассоциации производителей. Кстати, где-нибудь в Германии или в США это одна из самых сильных лоббистских структур. Грубо говоря, ассоциация машиностроителей Германии. И это равноприменимо как к крупному, например, какому-нибудь предприятию, так и к мелкому, если я хочу, там, цветочный ларек. Да чего угодно, но только нужно понимать, просто масштаб. Как бы, если цветочный ларек, то вы будете это в масштабе города обсуждать, а не в масштабе стран. Какая разница, в Москве будете ли вы здесь, в Ленинграде, сделать цветочный ларек? Никому не интересно. Более того, я даже не исключаю, что теоретически это можно делать на уровне района, да, в крупном городе. Потому что если вы хотите открыть цветочный ларек на московском вокзале, какое-то именно отношение к куру. Вообще никакого. Ну и так далее. А вот, например, такая вещь, как вокзал, или такая вещь, как, не знаю, феноментальная наука? Это надо разбираться. С наукой тут понятно, это только на уровне государства. Будут, конечно, проблемы, потому что обязательно найдутся какие-нибудь ученые через букву О, которые будут говорить, нам обязательно нужен 20 миллиардов долларов на строительство какого-нибудь коллайдера, андронного, без этого, может, не может. Все мы знаем, да, что были целая куча, в СССР было несколько таких тем, которые сожрали невиданные деньги. Значит, это трехмерное телевидение, это МГД-генераторы, это, ну я уже не говорю про управляемый термояд. Это все вот как-то до сих пор, то есть когда я учился в школе, даже не в старших, а в средних классах, в середине середины, все были убеждены, что управляемая термоядерная реакция в Токамаков будет через ближайшие 10 лет запущена. Будет практически неисчерпаемый источник адреса. Фокус не прошел. А вот вы упомянули солидарный банк. То есть банковская система при такой экономике, она все равно сохраняется, но у нее меняются функции и так далее. А на что этот банк будет существовать, в чем его дешевле? Это отдельная тема. Тут может быть зарплата, может быть фиксированная плата, там у людей может быть будет меньше, еще чего-то. Это вопрос, это очень сильно все зависит. Самое главное вот, что там не будет судного процента, который заставляет возвращать больше, чем ты взял. что, соответственно, полностью ликвидирует, как мы выделили, за конечный срок всю экономическую модель. Так что вот так. Ну посмотрим, еще раз говорю, тут можно разговаривать, обсуждать. Я знаю массу очень интересных идей, моделей, которые сочиняют разные люди. То есть это значит, что очень скоро мы к этой теме вернемся и еще поговорим с вами или с кем-то еще. Я думаю, что надо как-нибудь устроить конференцию, я вот хочу сборскому клубу это предложить или еще кого-нибудь. Но все равно делать нечего. Ладно. Ждите продолжения, оно обязательно будет. Присылайте ваши вопросы в комментарии к этому видео и подписывайтесь на Мекс.ТВ. Всего доброго. Все. Прегламен.